Советский двуствольный пулемет. В 1978 году отечественный оружейник Геннадий Николаевич Никонов представил опытный пулемет с повышенной скорострельностью, обеспеченной оригинальной автоматикой и двумя стволами. Стоит отметить, что проект не принимал участие ни в каких конкурсах и не изготавливался по какому-либо заказу. Разработка велась для изучения на практике идеи двуствольного пулемета с нестандартной автоматикой. По всей видимости, конструктор не собирался делать пулемет для серийного производства, а с самого начала предусматривал лишь опробирование своей идеи. На это указывают некоторые решения. Воплощение в опытном образце. Патрон 5,45 на 39 мм, питание из коробчатых магазинов, АК-74, РПК-74, простые прицельные приспособления. Если бы планы Геннадия Николаевича были более амбициозными, то, на мой взгляд, оружие могло бы получить больше калибр, ленточную систему, станок и другие. Скорострельность могла достигать 3000 выстрелов в минуту. По этой причине 30 и 45 зарядных магазинов хватало на считанные секунды. Ленточное питание было бы в этом плане куда лучше, но для испытаний, видимо, достаточно было и магазинов. Наличие двух стволов распределяет нагрузку по ним, что увеличивает продолжительность их работы. Подвижные стволы были расположены горизонтально. Через зубчатую реечную передачу они работали с шестерней, расположенной в задней части коробки. Благодаря этой системе работал синхронизатор стволов. Перед выстрелом один из стволов через рукоятку взведения подавался назад, прижимаясь к казеннику, где надевался на патрон. Другой ствол находится при этом в переднем положении. Стреляли они поочередно. При движении одного вперед, второй при этом сдвигается назад через упомянутую реечную передачу. Вместе с движением стволов и досыланием патрона происходит и выброс гильзы. Затвор у пулемета при этом неподвижен. Могу предположить, что, казалось бы, серьезная отдача при таком высоком темпе стрельбы могла компенсироваться как раз-таки движением вперед некоторых частей пулемета. Ну а если бы дальнейшие работы по этому проекту велись, то вполне можно было бы поставить его на станок и решить вопрос с отдачей. Вызывает вопросы сама система реечной передачи с шестерней в плане надежности. Механизм был слишком подвержен загрязнению, которое грозило отказом от работы. Да и сами детали при таком темпе стрельбы и, соответственно, нагрузки на них, возможно, были не вполне надежными. Если судить в целом, то идея Геннадия Николаевича Никонова, воплощенная в пулемете, оказалась успешной, на мой взгляд, если учитывать, что конструктор не ставил своей целью создать новый армейский пулемет, а лишь опробировал систему. Друзья, если вам понравился данный выпуск, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Оставляйте свои комментарии под видео, это мне помогает совершенствовать свой канал и находить более подходящую для вас информацию. Субтитры создавал DimaTorzok